МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лицом к лицу в Сингапуре готовятся к переговорам Ким Чен Ин и Дональд Трамп. Чего ожидать от встречи и как охраняют остров? Президент Петр Порошенко подписал закон о высшем антикоррупционном суде. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве. По словам президента, документ полностью соответствует всем международным нормам. Закон предусматривает, что Совет международных экспертов сможет выбирать кандидатов на должность судей, а также проводить с ними собеседование. Кроме того, президент еще раз обратился к Минфину с требованием обеспечить финансирование нового суда. Поэтому сегодня, 11 червня, исторический день. Исторический, потому что безвиз. И исторический, потому что это ключевая виха завершения створения независимой антикоррупционной инфраструктуры. Я обратюсь к высшей квалификационной комиссии судей и высшей рады правосудия. Готуйтеся к эффективной, напруженной работе. Потому что суд нам нужен сегодняшний год. Для создания антикорсуда не хватает еще одного технического закона. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на конференции, посвященной итогам работы НАБУ за три года. В документе должна быть расписана сама процедура создания суда. В бюро возлагают большие надежды на новый орган. По словам Сытника, сейчас дела, которые расследуют детективы, попросту складируются в судах. Из более чем полутысячи сотня направлено в суды, но приговоров нет. А четверть даже не начинали рассматривать. Украинскому безвизу сегодня год. За это время украинцы пересекли границу со странами Шенгенской зоны около 20 миллионов раз. Из них только полмиллиона с биометрическими паспортами безвиза. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Как оценивают действия безвиза в Брюсселе, расскажет Елена Абрамович. Прежде чем позволить украинцам свободно пересекать границу, Евросоюз перестраховался. Утвердил механизм быстрого приостановления безвиза. В Брюсселе предупредили, будут следить, не нарушают ли украинцы правила. Возвращаются ли вовремя. Ведь в стране война и немало европейцев опасались наплыва наших мигрантов. Прошел год и плохих новостей об украинском безвизе в европейском пространстве не было. Конечно, есть определенная критика в вопросах, касающихся реформ. Но речи о нарушении правил пересечения границы нет. Нет. Касается это разве что только Грузии. И в этом есть некоторая ирония. Ведь Грузия шла впереди с выполнением условий, раздражаясь, что ее ставят в один ряд с Украиной. А теперь эта маленькая, на первый взгляд, непроблемная страна имеет такие результаты. Грузию критиковали за резкий рост количества тех, кто просил убежища. Швейцария заявляла об увеличении таких заявок на 44%. Жаловались также Германия и Швеция. Но критическим считается рост на 50%. Поэтому пока Грузии ничего не угрожает. Что же касается Украины, в Еврокомиссии насчитали увеличение на 12% задержанных неурегулированных мигрантов. При этом три четверти из них после этого вернулись. Больше внимания в Еврокомиссии советуют обратить на реформы. Мы сделаем новый отчет в конце года. Предыдущий же, за 2017 год, показал хороший прогресс. Но мы до сих пор ждем больше усилий в реформах, касающихся борьбы с коррупцией. И это те показатели, на которые мы будем обращать внимание, формируя отчет в конце года. Еще один важный показатель – количество отказов в пересечении границы ЕС. Их получили только 0,2% украинцев. А это свидетельствует, что наши граждане хорошо поинформированы и подготовили надлежащий пакет документов. Поэтому по итогам первого года потеря без виза Украине не угрожает. Из Брюсселя Елена Абрамович и Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В Германии стартовали переговоры Нормандской четверки, министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и России. Ожидаются, что они затянутся до поздней ночи и будут непростыми, что обсуждают в Берлине. Расскажет Татьяна Лугунова. Переговоры дипломатов Нормандской четверки начались примерно час назад. И проходят они уже по традиции практически за Берлином на Виле-Борзик. Это гостевая резиденция Министерства иностранных дел Германии. И это первая встреча министров после длительной паузы. В последний раз дипломатическая четверка собиралась почти полтора года назад, в феврале 2017-го, на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. За эти полтора года обновился состав участников. Францию и Германию представляют новые министры иностранных дел Жан Ивледриан и Хай Камаз. Так что сегодняшние переговоры это сверка часов и попытка дать новый импульс минскому процессу. Вот что накануне переговоров сказал хозяин встречи Хай Камаз. Я рад, что у нас есть возможность встретиться после перерыва. Этот конфликт продолжается уже больше четырех лет. Погибли более десяти тысяч человек. Сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Мы видим, что минские соглашения не выполняются. Постоянно нарушается режим прекращения огня. Только в этом году он был нарушен тысячи раз. Недавно я был на востоке Украины, и люди спрашивали меня, когда придет мир. А я не знал, что им ответить. Поэтому важно, что сегодня мы можем поговорить о том, как его достичь. Темы обозначены. На вилле Борзик обсуждают прекращение огня на Донбассе, перспективы миротворческой миссии ООН и освобождение украинских заложников и политзаключенных. О возможности обмена несколько дней назад по телефону поговорили президенты Украины и России. Ну и если сегодняшние переговоры министров пройдут удачно, то возможно будет названа и дата саммита лидеров нормандской четверки. О необходимости его проведения говорили Петр Порошенко и Ангела Меркель. Но только при одном условии. Если будет, что обсуждать. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. На Донбассе неспокойно было в Авдеевке и Марьинке. Активную оборону украинские бойцы держат и на передовых опорных пунктах в окрестностях Донецка. Подробнее о ситуации на этих участках фронта расскажут мои коллеги. Несколько месяцев на окраине Донецка украинские солдаты рыли окопы в тылу противника. Украинские воины защищаются вот такой вот сеткой от противника. Углубляют окопы. Противник ничего не видит. А мы зарываемся все глубже и глубже. За несколько месяцев благодаря защитной сетке бойцы соорудили здесь укрепрайон. Хлопцы, я сказал, еще раз молодцы, покопали и зимой, когда был мороз, минус 20. И заметили, и дождь, и снег. Саме, бачите, все сделано своими руками. Тут ничего не было, было ревно-место. Гризалися, можно сказать, зубами, чтобы пройти вперед. Поэтому я тякаюсь им, в первую очередь солдатам, простому бойцову, это честь и хвала, что он это сделал. Удалось, по сути, еще одно поле в несколько гектаров повернуть под контроль Украины. На данный момент достаточно успешно. Позиция постоянно укрепляется. Так называемая активная оборона, благодаря удачному маневру, зашла в тыл к российским оккупантам. Такая же маневренная война севернее под Авдеевкой. Противник и здесь вовсе не придерживается перемирия. Александр на самом горячем направлении, в Авдеевской промзоне, в районе Донецкой фильтровальной станции. В родном Кременчуге второй сын сдал недавно школьный экзамен. Александр только что после пробежки, после огня вражеского снайпера. Очень соскучился по семье. Очень сильно скучаю. Мы с ним уже 20 лет вместе. Она с 2014 года, как говорится, ждет. Ей намного тяжелее, чем нам, потому что мы есть непосредственно здесь. Мы понимаем, что мы делаем. Я ее сильно люблю, свою семью. Противник мешает позвонить. Не хочется, чтобы слышала то, что... Не расстраивать ее еще, помимо своим нервным разговорам, и еще то, что будет там твориться вокруг. Наступает короткое перемирие, всего на несколько часов. Ремонтникам удалось восстановить электроснабжение фильтровальной станции. Вода в Авдеевке снова есть. Украинские солдаты готовятся к вечерним вражеским провокациям. Как говорят на фронте, продолжают активную оборону. Знамый Бог, Вин нам допоможет. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Анатолий Воробей. Подробности, телеканал Интер из Донецкой области. На грани чрезвычайного положения. Киев этой зимой рискует остаться не только без горячего водоснабжения, но и отопления. Накнафтогаз отказывается подписывать договоры со столицей на поставку голубого топлива, пока город не погасит все начисленные штрафы за долги Киевэнерго. В проблеме разбирался Данил Снисар. Детские сады, школы, больницы и жилые дома. Более 200 котельных, которые в мае были переданы с баланса Киевэнерго новому коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго, простаивают. Нафтогаз просто отказался снабжать их топливом. Майже третина домов в Киеве нема сегодня горячего водопостачания. Проблема в том, что зупинены котельные, которые производят тепло для подогрева горячей воды, зупинены, потому что заблоковано газопостачание на котельные, оскільки нема договора между Накнафтогаз и Киевтеплоэнерго как новым предприятиям, которое надает послуги, которое теплопостачание организации в Киеве. В Нафтогазе заявили, не подпишут никаких договоров. Дескать, у предыдущего контрагента Киевэнерго перед монополистом огромный долг. Почти 5 миллиардов гривен. Из них больше миллиарда это начисленные на комштрафы и пени. Теперь в компании требуют, чтобы новосозданное коммунальное предприятие в Киеве взяло на себя все долги. Киевтеплоэнерго должен стать правоприемником по обязательствам предыдущего пользователя имущества. Вместе с этими обязательствами предприятия имеют возможность получить также соответствующие права на требования к должникам предыдущего пользователя имущества. Руководство Нак откровенно манипулирует нормами закона, говорят чиновники. Об этом говорят и результаты аудита, проведенного международными специалистами. Выводы, которые мы имеем от аудиторских международных организаций заключаются в том, что город не имеет права на себя брать 1,2 миллиарда гривен долгов по пеням и штрафам. Это является исключительно спор между двумя субъектами, но никак не городской громадой. К сожалению, на сегодняшний день глава «Нафтогаза» господин Коболев ультимативно поставил условия поставки газа коммунальному предприятию и городу в целом. Это абсолютно незаконно рассчитанная пеня, которая на сегодня оскарживается в суде. И через то, что город не готово принимать на баланс этот борг, который есть штучный, который абсолютно незаконный, они не хотят подписывать договоры с городом, с коммунальным предприятием. Судебные разбирательства могут затянуться на несколько месяцев, говорят в Киев-Горадминистрации. А до начала отопительного сезона – рукой подать. Не говоря уже о возможных перебоях с электроэнергией в Киеве. В ближайшие дни в Киев-Горадминистрации проведут переговоры с руководством «Нафтогаза» и премьер-министром. Столичные коммунальщики заявили, подать горячую воду в дома готовы в течение 12 часов, как только в документе появится подпись главы компании «Монополиста». Данил Сниссер, подробности, телеканал «Интер». Начало распродаж. Фонд госимущества дал старт большой приватизации. Об этом сообщил руководитель ведомства Виталий Трубаров. По его словам, это самый большой перечень госпредприятий, выставленных на продажу за последние 10 лет. Всего в список попали 22 объекта. Одним из предприятий, которые продадут уже в этом году, станет президент отель. Также с молотка планируют пустить несколько облэнергоугольных компаний и крупных предприятий, в том числе Одесский припортовый завод. Всего планируют заработать 22 миллиарда гривен. Напомню, в прошлом году от приватизации предполагали получить 17 миллиардов. В итоге в госбюджет поступило лишь 3. Ужесточить закон маски-шоу «Стоп». О такой необходимости заявил премьер Владимир Гройсман. По его словам, положение закона нередко нарушают, как правоохранители, так и сами предприниматели, работающие в тени. Премьер в очередной раз подчеркнул, что реакция на противоправные действия и полицейских, и бизнесменов будет жесткой. Там, где правоохранная система реагирует адекватно, мы должны ее поддерживать. Там, где правоохранная система выходит за межи, мы должны очень жестко на это реагировать публично, чтобы защитить честный, легальный, открытый бизнес в Украине. Очень важно не только принимать законы, а очень важно, чтобы эти законы выполнялись. И заведение нашей работы полегает в том, чтобы каждая сторона диалога, и бизнес, и правоохранная система работали в выключительно законный способ. Низкие процентные ставки по кредитам, льготное налогообложение и комфортные условия для инвестиций. Такой должна быть государственная политика для национальных производителей. Об этом заявил Олег Ляшко во время рабочей поездки в Черкасскую область. Лидер радикальной партии побывал на местной фабрике агрохимикатов. Предприятия создали за счет инвестиций в 7 миллионов долларов. Олег Ляшко предлагает несколько законопроектов, которые помогут привлечь инвесторов и на другие украинские предприятия. Чем больше мы выготовляем продукции, тем сильнее наша родная страна. Я не хочу, чтобы мы с вами, живучи в достойной стране, побирались. И вот это, что вы делаете, это приклад, что можно не побираться, а можно самим создавать рабочие места. Мы предлагаем целый ряд законодательных инициатив, которые дадут возможность создавать рабочие места не за кордоном, а в нашей стране. Закон про индустриальные парки, закон про бесплатное подключение к энергомережу. Это речный период пильговой послаты податков. Правоохранители готовят подозрения нардепам Сергею Лещенко и Вадиму Рабиновичу, а также министру инфраструктуры Владимиру Амеляну. Об этом сообщает издание «Инсайдер», в чем именно их обвиняют, и кто из политиков вскоре может оказаться на скамье подсудимых, расскажут наши корреспонденты. Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура готовятся объявить подозрения министру инфраструктуры Владимиру Амельяну. Об этом удалось узнать журналистам издания «Инсайдер». Министра подозревают в незаконном обогащении. В СМИ уже не раз писали о том, что Владимир Амельян еще с 2016 года якобы проживает вместе с семьей в частном доме под Киевом стоимостью 7 миллионов гривен. Однако в декларации он вместо него указал намного более скромную квартиру в столице. По данным журналистов, подозрения готовят и нардепу Сергею Лещенко, также за незаконное обогащение. Речь идет об элитной квартире в центре Киева стоимостью 7,5 миллионов гривен, которую депутат приобрел на пару с женой. Деньги якобы они накопили вместе, а часть взяли в долг. Но вот, как утверждают правоохранители, доказать их происхождение депутат так и не смог. И против Лещенко открыли уголовное дело. Оказаться на скамье подсудимых вскоре может и одиозный нардеп Вадим Рабинович. По данным депутата Сергея Каплина, против Рабиновича уже открыты как минимум два уголовных дела за незаконное обогащение и вранье в декларации. Депутата неоднократно ловили на тратах миллионов гривен на отдых в Азии и в Израиле о плате перелетов на частных самолетах стоимостью десятки тысяч долларов за рейс. При этом Рабинович арендует вот эту виллу в Кончезаспе за 10 тысяч долларов в месяц и владеет не менее шикарной виллой на Печерске площадью 700 квадратов. Рабиновичу принадлежит и вот эта вилла в Израиле в элитном туристическом городе Бейтон-Аарон. Стоимость этой виллы в заповедной зоне десятки миллионов долларов. Однако об этой роскоши, как и о его миллионных тратах, в декларации Рабиновича ни слова. В СМИ не раз сообщали о том, что лидер партии «За життя» получает финансирование от известного российского бизнесмена Павла Фукса. Он через жену получил от него 23 миллиона гривен, оформив их якобы как задаток в сделке по продаже земли. Происхождение этих денег теперь придется объяснять правоохранителям. Подозрения Рабиновичу готовятся выдвинуть уже этой осенью. Адиозного депутата готовятся лишить не только мандата, но и гражданства. Напомню, в МВД Израиля недавно подтвердили, что Вадим Рабинович гражданин этой страны. А в Украине это запрещено законом. Статьи обвинения могут сулить одиозному политику не один год тюрьмы. Однако, как утверждают многие журналисты, Рабинович уже успел заручиться немалой поддержкой украинских властей. Не за бесплатно. В том числе и правоохранительных органах. Смогут ли в ГПУ САП и НАБУ довести это дело до конца и показать свою беспристрастность, вскоре узнаем. До исторической встречи лидеров Северной Кореи и США осталось 8 часов. Ким Чен Ин и Дональд Трамп уже прибыли в Сингапур. Там они должны обсудить дальнейшие отношения двух стран после десятилетий вражды. Америка надеется убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия. Каковы шансы на успех переговоров? И как в Сингапуре готовятся к этому событию, узнаете в материале Светланы Чернецкой. Вот такие заборы выросли за ночь по обе стороны дороги. Так отгораживают от Аль Капелла, где уже через 8 часов встретятся лидеры Северной Кореи и США. К охране этого саммита привлекли элитный отряд полиции Сингапура, непальских гургхов. Это легендарные солдаты, которые считаются одними из самых боеспособных в мире. В целом задействуют более 5000 полицейских. Мы понимаем, что такие меры безопасности – это необходимость, ведь переехали два очень важных мировых лидера. И, конечно, это очень серьезное мероприятие, поэтому мы потерпим. И Дональд Трамп, и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур. Они остановились в разных отелях на расстоянии километра друг от друга. США и Северная Корея враждуют уже более полувека, и до сих пор их лидеры даже по телефону не разговаривали. Впервые в истории они встретятся, чтобы поговорить с глазу на глаз. Наша конечная цель неизменно – полный отказ Северной Кореи от ядерного оружия. И это единственный результат, который примут США. Санкции против КНДР будут оставаться в силе, пока там не закроют программы оружия массового уничтожения. Впрочем, у Пхеньяна кардинально другая повестка. Там не собираются отказываться от ядерного оружия, а наоборот хотят признания на международной арене и полного снятия санкций. Впрочем, по оценкам аналитиков, из-за давления Запада экономическая ситуация в стране становится все хуже. И вероятно, что Ким Чен Ын будет охотнее договариваться. Я настроен довольно оптимистично. Конечно, не стоит надеяться, что все проблемы решатся завтра. Скорее всего, будет какая-то базовая договоренность. Но это будет шагом вперед. Ким Чен Ын остается одним из самых изолированных лидеров мира. В Сингапуре находится под постоянной охраной десятков проверенных и надежных телохранителей. А президент Трамп уже начал праздновать свой день рождения. 72 года ему исполнится в четверг. И американский лидер уже получил ранний подарок от сингапурского премьера. Праздничный торт. За этим саммитом в Сингапуре без преувеличения будет следить весь мир. Противостояние между США и Северной Кореей за последние полтора года доходили до критической линии. Когда оказалась дальше только война. Поэтому эта встреча двух лидеров – это большая надежда на ослабление международной напряженности. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – телеканал «Интер». Кровавые выходные в Черкассах. Ночь на воскресенье с огнестрельными и ножевыми ранениями на больничных койках оказались шестеро патрульных. Станислав Кухарчук расскажет подробнее. Там сидела одна компания в зале. На воде сидела компания тоже. Собственник развлекательного комплекса с ужасом вспоминает тот злополучный вечер. Говорит, массовых драк здесь никогда не было. А то, что произошло, стало настоящим шоком и для персонала, и для посетителей. Около двух десятков мужчин принялись выяснять отношения на танцплощадке. Но конфликт между компаниями уже на стоянке разгорелся еще с большей силой. Кулаками доказать свою правоту ни одной из компаний не удалось. В ход пошло оружие. В результате шесть человек с огнестрельными и ножевыми ранениями оказались в больнице. Все пострадавшие действующие сотрудники патрульной полиции Черкас. Двое пациентов были с ножевыми поранениями кинцивок. Трое пациентов были с поранениями с травматичной зброей. Тоже кинцивок и спины. Стан пациентов, среднюю ступень тяжкости. Я думаю, что придут на поправку все пациенты. Места на асфальте, где были найдены гильзы, помечены цифрами. В управлении патрульной полиции подтвердили ранения своих сотрудников. Шестерым полицейским оказали помощь в ту же ночь. Еще трое патрульных обратились в больницу с побоями уже на следующий день. На время следственных действий общаться с прессой им запретили. Но в управлении все же обнародовали версию произошедшего. Задержать обидчиков коллег прибывшим на место экипажем полиции не удалось. По факту произошедшего в главке сейчас проводят служебную проверку. Тем временем по эпизоду группового хулиганства с применением оружия уже открыли уголовное производство. Станислав Кухарчук, Олег Клименко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Кровавые развлечения в Кировоградской области. Экоинспекторы задержали водителя, в машине которого были трупы убитых животных. Произошло это в марте. Все это время шли суды. Кто устроил охоту и какое наказание грозит пойманному браконьеру, знает Елена Брынза. Это видео и фотографии отсняли экоинспекторы в начале марта, когда у животных брачный период и охота строжайше запрещена. В багажнике внедорожника застреленный волк, волчица и беременная косуля. В тот день инспекторам позвонили местные жители и рассказали, что в лесу возле заповедника веселые боковеньки слышны выстрелы. Когда экологи приехали на место, увидели снегоходы, но догнать их на Ниве не смогли. А через некоторое время заметили, как несколько мужчин перегружают что-то во внедорожник и практически сразу же скрываются в лесу. Джип догнали уже в соседнем районе. Побачили двух вовков и козулю, и свежая кровь, которая стекала из машины. Когда выпадает снег и козуля стоит, она не может ни где двигаться. То есть подъехать на такой крутой машине или на снегоходе и убить просто перед тобой стоит тварина, и это не полювание. Это просто, как говорят, потешить себя. За рулем был 53-летний Алексей Слюсаренко. Помимо мертвых животных, полицейские нашли в его машине охотничье ружье. Кстати, зарегистрировано оно на имя Андрея Татарченко. По предварительным данным, это один из учредителей частной фирмы, где водителем работает Слюсаренко. Свою вину последний отрицает, мол, животных нашел на обочине. А с браконьерами на снегоходах не знаком. Я не полювал. Я в парадной форме был. Я полювать мог. Чуть по снегу на Тавреге не мог ездить, по снегу на Тавреге, по полям. Как вы думаете? Водителя задержали. Единственное наказание за браконьерство – штраф. Судебные заседания идут уже несколько месяцев. Но ни на одно Слюсаренко не явился. Сегодня апелляционный суд области наконец признал водителя виновным и обязал выплатить штраф. 2040 гривен без права обжалования. Плюс он должен 36 тысяч гривен местному лесхозу. Но вот экологи уверены – водитель всего лишь пешка. Настоящим браконьерам удалось пока избежать наказания. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Кропивницкий. Реформа образования или как выжить колледжам и техникумам в нашей стране. Сегодня в профильном комитете Верховной Рады рассматривали этот вопрос. Главная тема обсуждений – кто будет финансировать учебное заведение. Подробности знает Юлия Жешко. Здесь, в комитетах Верховной Рады, сегодня решали проблемы предвысшего образования. О том, что эта тема наболевшая, признали все присутствующие. Их было немало. И представители образовательных учреждений из 18 областей Украины, и народные депутаты. Парламентский комитет образования и науки. Здесь разгорелась настоящая дискуссия о том, как перезагрузить систему образования. Речь идет о колледжах, техникумах, лицеях и так называемых образовательных центрах. На повестке дня два законопроекта. Тут, скажем так, есть определенные существенные разбежности. Есть желание МОН, которое сегодня диктует условия развития всей системы области Украины. И МОНовская вертикаль продукует свое видение этого в законе Кремене. И есть думка снизу. И есть думка реально работающих людей сегодня, которые в полях, это без перебольшения, формуют фаховца для любой сферы экономики Украины сегодня. Одно из главных отличий законопроектов – финансирование. В Минобразовании настаивают, деньги на развитие техникумов и колледжей должны выделять местные бюджеты. Но депутаты и преподаватели уверены, что это ответственность государства. Вы посмотрите, мы чувствуем, что каждый год количество детей уменьшается. Демографическая ситуация безумовна. Польша безумовна. Но кроме того, нет уверенности, что наша дитина, которая пошла в техникум и колледж, может по-дальшему спокойно поступить в высший научный заклад. На сегодняшний день в законопроект, разработанный Минобразование, внесли около тысячи поправок. Учитывая такое количество разногласий, в Комитете решили. Чем может обернуться невнимание государства к системе предвыщего образования, рассказал лидер аграрной партии Виталий Скоцик. Он заявил, что среди всех отраслей, значимых для экономики, на первом месте аграрный сектор. Завтра законопроекты рассмотрят в других комитетах парламента. А уже 20 июня их внесут в сессионный зал. Юлия Жешко и Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Футбольный сепаратизм. Министр иностранных дел Украины заявил, что закарпатская футбольная команда победила в мировом чемпионате по футболу среди команд непризнанных государств и территорий. Власти области уверяют, что ни один игрок команды не является футболистом местных клубов. Продолжит Марина Коваль. Министр иностранных дел Украины возмущен на своей странице в фейсбуке. Написал, что очень любит футбол, но победа команды из Закарпатии на чемпионате мира по футболу среди команд непризнанных государств его не радует. Павел Климкин попросил правоохранителей разобраться. А вот то, что так возмутило министра. На этом видео команда Карпатолия, так венгры называют Закарпатье, радуется победе. 10 июня со счетом 3-2 выиграли финал у киприотов. Чемпионат проходил в Лондоне. По информации интернет-изданий, в отборочных турнирах принимали участие команды самопровозглашенных ЛНР и ДНР. На эмблеме клуба победителя венгерский триколор, герб Венгрии и региональный герб Закарпатия. Семеро футболистов выходцы из Закарпатия. Например, Юрий Тома играл за клуб Гаверла Ужгород. В этом турнире, за попередними данными, которые еще уточняются, несколько таких людей брали участие в так званом чемпионате. И очекается их повернение для опитывания и объяснения всех обстоятельств их участия в этом заходе. Федерации футбола Закарпатия заявили, никого не отправляли на этот футбольный турнир, а участники команды Карпатолии уже давно не играют в закарпатских клубах. В обл. администрации говорят, все футболисты, принявшие участие в турнире, проживают в Венгрии и имеют двойное гражданство. Организовал команду Карпатолии действующий депутат Береговского райсовета. Я выехал из Закарпатия, несколько людей играло из них и за закарпатские футбольные клубы, а потом переехали на постоянное проживание в Угорщину и играют там за угорские футбольные клубы. Кстати, команда Карпатолии играет с командами непризнанных государств уже не впервые. В прошлом году она принимала участие в турнире, проходившем на Кипре. Марина Ковадюри, Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатия. Во Львове сгорело помещение одной из крупнейших спортивных баз для военных. При тушении пожаров всплыло много загадочных деталей. Что это было? Поджог или халатность? Разбиралась наш корреспондент Галина Якушко. Спортивно-стрелковый комплекс Министерства обороны Украины. Его предназначение привить военнослужащим любовь к спорту. Здесь занимались чемпионы мира, олимпийские чемпионы Украины по стрельбе, биатлону и другим видам спорта. Более 100 известных имен. То, что произошло этой ночи, заставило плакать даже директора комплекса. Это единственный комплекс в Украине, такого масштаба, где можно было проводить соревнования разного уровня. С кулевой, с стрельбой, с луком. Это олимпийская база. А начиналось все так. 2.30 ночи в пожарную службу звонят из разных уголков города. Жители сообщают, чувствуют едкий запах дыма. Где источник возгорания, не знают. Из пожарной части выезжают несколько автомобилей, чтобы выяснить, где произошел пожар. Горело здание спортивно-стрелкового комплекса Министерства обороны Украины в народе СКА. Видно, неозбройным оком, я там дивился первое видео, что снимали там и мои соседи и все остальное. В трех местах. Пала, было запалено в трех местах. На мою думку, и как большинство людей считает, что это был плановичный подпал. С какой методом, я вам не могу сказать. Скорее всего, что все-таки нужно было спасать. Спасатели не на камеру рассказывают интересные детали. К примеру, подъезд к резервуару, предназначенному для тушения пожаров, был заблокирован. В экстренном режиме спасателям пришлось спиливать металлические ворота, чтобы добраться к бассейну с водой. Впрочем, общественных активистов такое истечение обстоятельств не удивляет. Они говорят, территорию хотят отобрать. Таким чином, очень часто отжимают территорию, по сути, для разных коммерциальных проектов, для забудов и так далее. Там очень хорошая место, там парковая зона, это очень близко к центру. Есть хороший бассейн, инфраструктура. Правоохранители, кроме поджога, не исключают и версию нарушения норм пожарной безопасности. Военные прокуроры уже открыли уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе в условиях военного положения. Если виновника найдут, то ему грозит до 8 лет тюрьмы. Галина Якушкина, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интерльвов. Израиль предлагает помощь Ирану. Звучит странно, но премьер-министр страны предлагает Исламской республике технологии сбережения воды. Ведь Тегерану в последнее время ее катастрофически не хватает. Продолжит Сергей Услендер. Израильский премьер Нитаньягу в последнее время выдает сенсации одну за другой. И связаны они, как правило, с Ираном. Только недавно отгремела история с внезапно опубликованным ядерным архивом Тегерана, который был похищен оперативниками МОСАДа прямо из иранской столицы. Тем поразительней выглядело новое обращение премьера, в котором он предложил Ирану помощь. Иранский народ является жертвой жестокого режима, лишающего его питьевой воды. Израиль поможет иранцам, чтобы сохранить бесчетное количество жизней. Иранские метеорологи говорят, что 96% территории страны страдает в той или иной степени от засухи. Бывший министр сельского хозяйства Ирана Иса Калантари сказал, что 50 миллионов человек будут вынуждены оставить свои дома из-за ущерба окружающей среде. Израиль, как известно, проблему давно решил. С источниками воды здесь все гораздо хуже, чем в Иране, но израильтяне этого совершенно не ощущают. Маленькая страна на первом месте в мире по опреснению, по развитию сельского хозяйства в условиях пустыни и по очистке источных вод и их возврату потребителям. Вот все эти технологии Нетаньягу предлагает иранцам, причем совершенно бесплатно. Трудно себе представить, что в ближайшие полвека израильские специалисты смогут поехать в Иран и обучать тамошних фермеров, например, технологиям капельного орошения. Израильтянам въезд в Исламскую республику строго запрещен. Поэтому правительство создает сайт и каналы в соцсетях, где на Фарси будут выкладывать подробные инструкции, как пользоваться водосберегающими технологиями. Ситуация в Иране действительно тяжелая. Экономика страны в упадке. Еще не оправилась от санкций, плюс огромные расходы на сирийскую войну и поддержку разных террористических групп по всему миру. Засуха в течение пяти последних лет привела к настоящему дефициту воды. У нас тоже много лет была засуха, и мы тоже испытывали дефицит воды. Даже шла речь о ее возможных отключениях. Но это подтолкнуло нас к разработке множества нестандартных решений, и в итоге Израиль больше не испытывает недостатка в пресной воде. Более того, количество опресненной воды таково, что ее будут использовать для наполнения обмелевшего озера Кинер. Реакции официального Тегерана на предложение Нетаньягу не последовало. Зато под его постом в Фейсбуке появилось множество восторженных отзывов, в том числе и из других стран с просьбой поделиться технологиями. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Как у Джастина Тридо отклеилась бровь, и зачем Дональд Трамп превращает в конфетти официальные документы, об этом и не только далее в нашем международном обзоре. У Дональда Трампа есть привычка рвать в клочья важные документы. О такой странности президент США рассказал бывший сотрудник Белого дома. Иногда Трамп рвет напополам. Иногда превращает в конфетти записки, письма и документы, которые надлежит хранить. Сотрудникам канцелярии приходится склеивать бумаги скотчем, а потом отправлять в национальный архив. Бровь устала. В сети обсуждают видео, на котором Джастин Тридо предстал с опущенной левой бровью. Пользователи предположили, что у канадского премьера был такой напряженный разговор с Дональдом Трампом на саммете G7, что у него отклеилась искусственная бровь. Защитники Тридо объясняют все это плохим освещением. Живая цепь за автономию. Накануне десятки тысяч жителей страны Басков взялись за руки и образовали живую цепь, длиной более 200 километров. Она протянулась от городов Сан-Себастьян и Бильбао на севере Испании до Витории, столицы региона. Таким образом, его жители потребовали большей автономии. Галышом на велосипеде. Необычный заезд устроили в эти выходные в Мехико. По улицам столицы проехали сотни велосипедистов без одежды. Самое стеснительное – крутили педали в плавках или украсив тело цветными рисунками. Заезд устроили для привлечения внимания к правам велосипедистов. Мальчики налево, девочки направо. На одном из пляжей Нью-Йорка местные власти вводят отдельные дни для отдыха мужчин и женщин. Правда, в ближайшие месяцы предусмотрено только два таких дня. С такой инициативой выступил представитель демократической партии Хаим Дойч, член горсовета от Бруклина, чтобы удовлетворить просьбу религиозных общин. Нашествие цеплят в грузинском городе Марнеули. На местной мусоросвалке вылупились тысячи птенцов. Яйца отправили на мусорку с птицефабрики, посчитав их испорченными. Но условия на свалке оказались не хуже, чем в инкубаторе. Тепло и уютно. Цеплят охотно разобрали местные жители. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности в яйца в прямом эфире. Увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.